Тэквондо, джиу-джитсу, кикбоксинг. Таких баталий в обновленном Самарском дворце спорта еще не видели. Впервые в городе прошел детско-юношеский фестиваль единоборств Куба губернатора Самарской области. За награды поборолись юниоров в возрасте от 6 до 17 лет из 21 региона страны, среди участников фестиваля и представителей Казахстана. На соревнованиях выступили 983 спортсмена. Ребята, которые готовы постоять за себя, уверен постоять и за своих близких, за свои идеалы, а значит и за нашу страну. В этот особый период, когда наша страна сталкивается с вызовами, которые бросают нам недружественные страны, конечно же, значение спорта в целом возрастает. Отличительной особенностью фестиваля стали показательные бои спортсменов, представителей разных видов единоборств. Так, например, в схватке сошлись тэквондисты и кикбоксеры. Многие из них – действующие чемпионы России. Организаторами фестиваля выступили правительство Самарской области, региональная федерация тэквондо и один из самарских клубов единоборств. Специальный гость на открытии – двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец смешанных единоборств Джеффри Уильям Монсон. Я очень рад быть здесь. Это мой второй раз в Самару. Это много добрых людей здесь. Очень спасибо. Приглашение меня. Спасибо. Как отметили участники соревнований, такой открытый турнир позволит ведущим и начинающим спортсменам повысить уровень своего мастерства. Гости фестиваля надеются, что он станет традиционным. А президент Федерации тэквондо России и Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов выразил уверенность, что турнир позволит стереть границы между городами и странами, людьми и между различными видами единоборств. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.